Здравствуйте, в эфире Вести интервью в студии Олеся Акинфеева. За нарушение требований пожарной безопасности увеличены штрафы. Насколько и для кого? Об этом и не только об этом. Сегодня мы поговорим с заместителем начальника Главного управления МЧС России по Смоленской области Алексеем Струженковым. Здравствуйте, Алексей Николаевич. Здравствуйте. Алексей Николаевич, в федеральном законодательстве внесены серьезные изменения и касаются они не только штрафов. Но давайте, пожалуй, начнем с цифр. Насколько они изменились? Да, действительно, в июне текущего года в ряд федеральных законов были внесены изменения в части обеспечения пожарной безопасности, в том числе и претерпел изменения Кодекс административных правонарушений, в частности, в статье 20.4, которая называется «Нарушение требований пожарной безопасности», был внесен ряд изменений. Ряд статей был исключен, частей вернее из этой статьи были исключены. И также был введен новый субъект ответственности в первую и вторую части. Это выделено, ранее было общее, это должностные лица, к которым в том числе приравнивались и индивидуальные предприниматели. Теперь индивидуальные предприниматели явились субъектами ответственности отдельно вынесены. И для этой категории субъектов определена административная ответственность, в частности, штрафы по первой части статьи 20.4, обозначенные на индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность без образования юридического лица от 20 до 30 тысяч рублей. А ранее их могли оштрафовать? Ранее штраф был, они приравнивались к должностным лицам, штраф был от 6 до 15 тысяч рублей. Соответственно, то есть, как я и сказал, отдельный субъект ответственности, то есть, они несут иную ответственность, не отложили должностные лица. Но, соответственно, если они совершили нарушение в условиях особого противопожарного режима, это часть 2 статьи 20.4, то штраф уже увеличивается и, соответственно, он будет на предпринимателей от 30 до 40 тысяч рублей. А что предполагает этот особый режим? Ну, в условиях особого противопожарного режима вводятся дополнительные требования пожарной безопасности. То есть, помимо тех, которые изложены в правилах противопожарного режима Российской Федерации, администрации субъектов Российской Федерации имеют право вводить, как мы уже сказали, особые противопожарные режимы, в том числе на отдельных территориях, и постановлением о введении данных режимов они указывают дополнительные требования пожарной безопасности. То есть, что необходимо для того, чтобы снизить пожарную опасность той или иной территории. Дополнительные требования. Соответственно, за нарушение этих дополнительных требований или требований правил противопожарного режима, совершенных именно в рамках действия данного особого противопожарного режима, штрафы увеличиваются. В том числе на индивидуальных предпринимателей, как я и сказал, от 30 до 40 тысяч рублей. Вот в число объектов контрольных мероприятий включены земельные участки. Какие именно, вообще о чем идет речь? Ранее в правила противопожарного режима, опять же, были введены такие требования, что запрещается сжигание сухой травянистой растительности на территориях земельных участков, в том числе на землях сельхозназначения. Как таковое, ранее органы государственного пожарнадзора, в принципе, надзор за земельными участками не осуществляли. Теперь, как в июне этого года, внесены изменения, и теперь земельные участки являются для нас такими же подназорными объектами, как здания, сооружения и установки. Скажите, под какую ответственность попадает сосед, живущий в частном секторе, который жжет мусор и траву у себя на земельном участке? Опять же, как я и сказал ранее, для индивидуальных предпринимателей есть обычные режимы функционирования, скажем так. Это обычный человек, речь идет не об индивидуальном предпринимателе. У него либо предупреждение, если он впервые совершает данное нарушение требований пожарной безопасности, если оно не повлекло с собой каких-либо последствий. Если это повторное правонарушение, то, соответственно, он может быть привлечен к административному штрафу в размере от 2 до 3 тысяч рублей. Опять же, если эти деяния были совершены в условиях особого противопожарного режима, когда как дополнительное требование пожарной безопасности вводится, это полнейший запрет на сжигание мусора, сухой травянистой растительности и тому подобное, то уже предупреждение в условиях особого противопожарного режима не предусмотрено. Предусмотрен только штраф, и для гражданина он будет от 2 до 4 тысяч рублей. Как правило, какие нарушения пожарной безопасности вы выявляете при проверках? Опять же, необходимо разделить, какие проверки имеются в виду. Если это проверки общественных зданий и сооружений, то это одни нарушения. Если, как мы говорили сейчас об соседях, то это в основном нарушение, оно выявляется в рамках проведения профилактических рейдовых осмотров территории. Это вот бич, скажем так, весны и теплой осени, это именно сжигание сухой травянистой растительности, мусора и тому подобное. То, что может повлиять с собой возникновение пожара. Если рассматривать объекты с массовым пребыванием людей, то основное нарушение – это нарушение требований пожарной безопасности по эксплуатации и содержанию аукционных путей, аукционных выходов. То есть зачастую двери аукционных выходов закрыты на замки в случае возникновения пожара, либо иной чрезвычайной ситуации его невозможно изнутри открыть без ключа. Это нарушение, то есть блокирование дверей. Затем блокирование именно пути эвакуации различными предметами – это мебелью, товаром и тому подобное. То есть пути эвакуации становятся непроходимыми для огромной массы людей, которые в случае чрезвычайной ситуации будут покидать то или иное здание сооружения. Но также есть в последнее время в связи с определенными финансовыми трудностями для субъектов предпринимательской деятельности – это неисправность, либо неработоспособность систем противопожарной защиты зданий и сооружений. Это система пожарной сигнализации и система оповещения и управления указом людей при пожаре. Вот это основные нарушения. Если брать из не очень грубых нарушений, то это отсутствие, либо недостаточное количество первичных средств пожаротушения. Вот это основные нарушения, которыми инспекторы пожарного назора встречаются, сталкиваются, вернее, на объектах. Вы статистику уже проводили. Вот в этом году сколько нарушений было выявлено? И какая возможность дается на исправление ошибок? Как таково мы не считаем, какое количество нарушений выявлено за тот или определенный промежуток времени. Считается только количество предписаний, выданных по результатам проверок. То на сегодняшний день у нас это цифра порядка 100 предписаний, выданных уже в этом году. Срок на устранение выдается в зависимости от тяжести выявленного нарушения. И финансовой составляющей, которая необходима для устранения того или иного нарушения. Если это крупное нарушение, мы не можем выдать 1 или 2 дня или 1-2 месяца для устранения данного нарушения. Если сумма, необходимая для устранения данного нарушения, равняется 500 тысяч, миллион и так далее, то, соответственно, тут выбирается разумный срок. Это будет составлять 6 месяцев и более. Обычно такой подход. При каких обстоятельствах или, может быть, после полученных жалоб проводятся внеплановые проверки? Порядок проведения внеплановых проверок, как в принципе и плановых проверок в отношении индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, он изложен в 294-м федеральном законе. И только по этим основаниям мы имеем право проводить проверки. Иначе это есть нарушение. И уже тогда мы несем как надзорные органы ответственность, и должностные лица надзорного органа уже ответственность за нарушение действующего законодательства. Поэтому все только в рамках 294-го закона. Ну, вкратце, давайте обрисуем эти пункты. Ну, вкратце, это контроль. Первое, это контроль за ранее выданным предписанием. Если подошли сроки устранения ранее выявленных нарушений, которые были обозначены в предписании, то, соответственно, оформляется распоряжение, уручается, и инспектор выходит на объект, он смотрит, выполнено предписание или не выполнено. Вторая основная причина для проведения внеплановой проверки, это поступление информации о нарушении, ну, в нашем случае, требований пожарной безопасности, которые могут повлечь или повлекли за собой ущерб жизни и здоровью граждан, а также нарушения, которые могут повлечь за собой возникновение чрезвычайной ситуации. Еще вот сейчас отдельно прописывается административная ответственность эксперта в области оценки пожарного риска. Это вот о чем идет речь? В рамках реформирования контроля надзорной деятельности сформулирован ряд поручений для правительства Российской Федерации, в том числе и надзорным органам, и в основном на сегодняшний день с прошлого года Государственный пожарный надзор перешел на осуществление риска ориентированного подхода при осуществлении надзорной деятельности. Объекты были разбиты на несколько категорий по значимости ущерба в случае возникновения пожара, а также было предусмотрено 123-м федеральным законом, техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, ряд условий, при которых объект может, вернее, соответствует требованиям пожарной безопасности. И одно из условий – это соблюдение обязательных требований пожарной безопасности, которые были изложены в технических регламентах, и соответствие объекта расчетным показателям, то есть если риск возникновения пожара и травмирования людей, находящихся на объекте, не превышает определенных показателей. Соответственно, дабы определить этот риск, определены расчетные методики, которые позволяют в цифровом формате определить риск, который обозначается. Ну, соответственно, этот риск могут оценивать и рассчитывать эксперты. Ну и вот в соответствии с методиками, которые существуют, эксперты проходят обучение, получают аккредитацию и имеют право заниматься в том числе независимой оценкой риска, вот именно оценивать этот риск. Эксперт приходит на объект по соглашению с лицом, осуществляющим деятельность на том или ином объекте, проводит независимую оценку пожарного риска, оценивает риски, которые есть, рассчитывается, оценивает их, какие проблемы есть на объекте, вносит рекомендацию и, соответственно, подготавливает свое заключение. И в заключении он должен указать, объект соответствует требованиям пожарной безопасности и риск возникновения пожара и нанесения вреда жизни и здоровью граждан, превышает ли допустимый, либо не превышает. Если в своей деятельности, вот именно в оценочной деятельности, эксперт допускает ошибки, то он за нее, вот как вы и сказали, несет ответственность в соответствии с действующим декозаконодательством. Как появляется эта ошибка? После возникновения какой-то чрезвычайной ситуации или каким образом? Да, в том числе после возникновения чрезвычайных ситуаций, когда проводится проверка, в частности, по пожару, если объект проходил процедуру независимой оценки пожарного риска, рассматриваются заключения, рассматриваются данные, которые были взяты для проведения расчета, если вот именно в этих данных была ошибка для проведения расчетов и эксперт сделал незаконное, либо некачественное заключение, то есть неправильный вывод сделал, то он в этом случае, да, несет ответственность. Алексей Николаевич, вот в целом, смоленские организации и предприятия, на ваш взгляд, законопослушные части соблюдения требований пожарной безопасности, но вот в большинстве своем? Ну, в большинстве своем, конечно, да. Есть ответственные предприниматели, ответственные руководители объектов, которые понимают, что пожар лучше предупредить, нежели в конечном итоге потом с ним бороться и тушить, и намного выгоднее не допускать возникновения пожара на своих объектах, потому что любой пожар, это в конечном итоге приводит к материальному ущербу, это ремонт объекта, потеря какой-либо выгоды, потому что объект предстоит определенное время, ну и, конечно, не дай бог, это травмирование, либо гибель людей на объекте. Алексей Николаевич, благодарю вас за сегодняшнее интервью, за то, что вы нашли время, ответили на наши вопросы. Спасибо и до новых встреч. Пожалуйста, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова